и того у нас с вами третья лекция по флэшу которая направлена на код то есть мы будем работать с экшенскриптом третьим что мы будем делать я думаю сделать небольшую маленькую программу линку которая будет там менять кадры по нажатию на кнопочку создавать какой-нибудь объектик менять какой-нибудь текстом ну что-нибудь простенькое назначать какой-то скрипт на какой-то отдельный объект и все это будет в одном классе то есть мы создавать классы не будем сложно но вполне можно для начала мы сделаем самое простое что у нас есть какая-нибудь кнопочка которая что-нибудь будет делать мы создаем квадрат выделяем преобразовываем в символ выделяем что-то будет кнопка и называем там это будет тест батон один окей заходим в кнопку на первой лекции я говорил то не есть а повар даун и hit если мы здесь посоздаем ключевые кадры она будет это выполнять можем менять например чтобы отличалась там на овере мы будем делать ее зеленым цветом на дауне мы будем делать ее например там каким-нибудь синим и на хите мы будем делать ее белой все мы выходим нажимаем control actor и смотрим что когда мы наводим на него становится зеленая если мы нажимаем на становится синий когда какой-то объект с ней пересечется она станет белой то есть если мы там будем перетаскивать объект или что-нибудь еще это без кода можем сделать это и кодом для того чтобы это сделать кодом мы должны во первых мы должны ее проименовать потому что видите у нее не назначен экземпляр классов она будет называться там btn1 это будет у нас кнопка для этого мы заходим в действия этого кадра и начинаем писать первым делом всегда не забывайте писать на шестой строчке например стоп . запятой почему если у вас на мейн сцене будет чуть больше чем один кадр если у вас больше чем один кадр например там каких-то шесть и они чем-то отличаются будет пустой квадрат очень больше квадрат и вы запустите он будет автоматически меняться ведь он будет 6 кадров пробегать для того чтобы этого не было чтобы вы вручную передвигали кадры вам нужно написать этот стоп при этом стопе если вы запустите кадры двигаться не будут они будут стоять статично ничего происходить не будет отлично чтобы добавить какой-то event на нажатию на мышку нам нужно для начала сказать что мы работаем с муви клипами то есть нам нужно импорты подобавлять это как все плюс 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 в обжегте все любом языке по идее там нужно импорт написать напишем импорт там флэш дисплей и нам нужен муви клип муви клип флэш дисплей отлично не забываем точку запятой все мы теперь можем работать для этого чтобы еще добавить event нам нужно отдельно добавить event и отдельно добавить event на мышку опять импорт флэш так давайте сразу наверно да . вот мы их описали теперь мы можем сделать например нам нужно какому-то объекту присвоить какое-то действие для этого нам нужно взять его имя мы делаем мы вписываем сюда его имя у нас она называлась вот один по моему то ли потом добавляем ему его и вент добавляем мышку здесь можно добавить клик дабл клик там мышка вниз вверх можно выбрать колесико и всякая такая беда ну там если там нужно чтобы по дабл клик открывалась и там правая кнопка правая кнопка по-моему здесь не функционально сейчас мы вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх и само нажатием добавляем клик и указываем на какую функцию мы это добавляем пусть будет там тест фанк всё добавили теперь нам нужно саму функцию написать функцион она называется у нас указываем что это ивент через е указан чей ивент вот и добавляем на него например закрываем до . войны чем не возвращал и дальше вот нам нужно например 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 на то что перейти там на у нас на третьем кадре по моему есть пустой квадратик если помимо как мы добавили его вот третий кадр нам нужно перейти на третий кадр для этого мы написали фанк и пишем готов и стоп третий кадр проверяем он будет ругаться потому что он не узнал вот у нас есть вот вывод он сказал что неправильный метод а он нас как пишется да 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 пересобираем все мы нажимаем на нее и переходим третий кадр отлично теперь зачем же на ну просто перешли на третий кадр хорошо давайте сделаем так что если там корень рейм равняется если он первый там мы переходим на третий если у нас текущий текущий кадр равняется третий вот если у нас третий возвращаемся на первый собираем третий первый третий первый просто понятно легко без проблем отлично хорошо мы можем хорошо давайте теперь мышка у нас работает мышка мы можем если здесь мы напишем вот если напишем дабл клик то по одному нажать ничего не будет происходить по двойному тоже ничего не посадить странно почему дабл клик а а дабл клик у нас не будет здесь работать потому что у нас есть этот потому что мы на кнопку добавили третий кадр если их убрать и добавить не на кнопку она муви клип во мне так это будет работать двойной клик нам на кнопки не работают потому что так как один раз да 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 вот поэтому мы убираем обратный клик оставляем и давайте добавим клавиатуру для того чтобы добавить клавиатуру нам нужно сюда еще добавить кейборд кейборд вот напишем отдельно функцию подать кейборд и напишем например чтобы что он делал можем сделать так чтобы посмотреть какая кнопка как какая кнопка какой имеет индекс и какую кнопку мы нажали чтобы она смотрела например мы пишем функшен там репорт кейборд например мы пишем что это ивент мы указываем что это ивент клавиатуры чтобы он отличал клавиатуру от мышки и опять таки для чего этот войд знаете да функции это передаваемый получаем возвращаем и точнее параметр то есть функция может быть какой-то параметр дальше с ней покажу например там сделаем чтобы создавалась как там текстиль например создавался с этим войдом потом покажу допустим кто не знает например делаем в флэше точнее так в каждом языке программирования есть свой вывод какой-то во флэше это трейс то есть если мы пишем трейс и там давайте кейнэйн например кейнэйн пробел закрываем плюс таким образом мы будем составлять строку то есть трейс всегда выводит какую-то строку полную вывод если мы добавляем в кавычках это значит просто текст если мы через плюс добавляем какой-то параметр потом там открываем закрываем еще кавычки получается те которые мы вводим параметры которые мы передаем все это вводит строку и выводит здесь мы должны ему написать н.чарк код вот вот скобочка потом 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 мы добавляем ее здесь мы добавим имя кнопки которые мы нажимаем и сейчас мы должны вывести ее идентификатор который имеет сам флэш потому что для чего мы можем знать таким образом не какую кнопку мы нажимаем а просто по идентификатору отручаться сразу как на конкретные кнопки запрограммировать конкретную кнопку под конкретное действие чтобы не просто какой-либо нажал о том что происходило а для игры например в асд пробел там control shift и все и больше никакие кнопки функциональными не будут для этого мы здесь напишем закроем плюс и закрываем скобку точнее нашу правильную скобку через кавычки закрываем нашу скобку control enter вот мы написали функцию которая будет выводить нам в вывод какую кнопку мы нажали и какой у нее идентификатор но так просто она работать не будет почему потому что мы не описали нам нужно добавить саму обработку то есть как мы делали вот этот гетчат болней на батн добавляли ивент мы можем добавить также то нам нужно добавить также и саму кнопку чтобы добавить кнопку не к объекту а полностью кадру тут пишется стечь через точку мы пишем стечь адд ивент потом мы пишем какой такой кейборд ивент точка кейдаун это по нажатию на кнопку чтобы она отрабатывалась и говорим какую функцию он будет использовать функцию репорт кейдаун закрываем стопку точка запятой компилируем все никаких проблем у нету нажимаем кьюва е мы сейчас отбегаем эту штучку вот у нас есть нажатый кьюва е это скот 113 119 101 и он их не отработает а стоп 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 потому что не знаю где она есть вот 1 2 3 4 5 вот они все есть по порядку 7 8 control control он не знает shift tab не знаю стрелочки тоже не знают то есть он знает только функциональные походу равно плюс через shift а стрелки так и не знают ну в принципе имеем то что имеем это потому что это 5 и 5 с 6 стрелки добавлены были homepage down page up не знает потому что это функциональные windows или да и тоже escape таким образом мы можем посмотреть какая кнопка у нас нажата какой у него код есть то есть код ваш работает который вы сделали мы сделали отлично хорошо давайте теперь будем выводить еще по той же кнопки или даже не кнопки в любой другой функции какую то новую штуку например чтобы вместо воида там будем выводить какой то как он называется текст филд пусть будет текст филд хорошо для того чтобы вывести какой то текст филд нам нужно написать нам нужно для начала давайте добавим отдельную кнопочку которая это будет делать мы возьмем там мы возьмем там еще одну отдельную кнопочку с какой то зеленой заливочкой мы ее выделяем мы делаем из нее кнопку текст филд текст филд пусть будет пусть будет мы ее писали мы ее добавили теперь нам нужно перейти обратно в наш код и перепроверить на всякий случай треха подальше отлично все у нас работаешь по старинке нам нужно обычный ивент на мышку пишем get child by name пишем у нас она называлась текст текст креатор адапт дэвент эстер маус и фан у нас будет называться под которой мы подвязываем там пусть называться будет там не знаю тест батон фанкшн тест батон фанкшн ну просто фанк ладно все есть добавляем теперь нам нужно написать саму функцию фанкшн чтобы это долго не писать control c control v зачем лишний мы можем даже сделать вот так раз два только вместо void напишем текст текст все теперь наша функция должна возвращать текст филд по завершению то есть нам в конце нужно будет написать ретурн для того чтобы создать какой-то объект пишем вар будет результат который мы будем возвращать пишем что он должен вернуть он должен нам вернуть что точнее мы должны описать текст филд у нас текст филд равняется все теперь мы знаем что резалт это будет текст филд какой-то нам нужно текст филд задать координаты и размеры поэтому мы пишем что у резалта там по иксовой координате будет значение 0 у флеша левый верхний угол 0 0 координаты то есть у него идет отсчет вниз в объекте все идет слева в углу внизу то есть каждого языка нужно проверять где 0 0 координаты находятся поскольку у нас 0 0 в левом верхнем углу там у нас ничего нету правильно ничего нету там мы его увидим пусть будет 0 и также мы пишем по икс по у также пишем 0 например теперь нам нужно задать его размеры высота 100 и ширина описали нам нужно добавить его экземпляр и говорим чей экземпляр мы добавляем то есть мы добавляем ребенка экземпляра result добавляем ребенка экземпляра result правильно и нам нужно задать ему какой-то текст то есть result текст говорим что это будет там что далеко ходить поздравимся со всеми теперь проверяем что у нас получится добавляем сюда там чтобы вывод нам сказал что мы получаем на всякий случай если вдруг оно не выведется ну и естественно например g Imple kön рак что мы сделали мы написали функцию которая будет в итоге выдавать текст филд для того чтобы выдать grow по лтакам за всём это и будет наш TextField, то есть мы сделали переменную результат, которая является TextField DOM. Потом мы этому результату сказали, где он будет выводиться по x, y координате. Потом мы этому результату сказали, какая у него будет высота и ширина. Потом мы сказали, что вот мы его создаем уже описанного, присваиваем готовому результату какое-то значение, выводим его в вывод, чтобы узнать, создался он или нет, и просто его создаем. То есть мы делаем вывод из этой функции. Если мы все написали правильно, ошибки не должно быть. Ошибки нет. Мы нажимаем, вот он, hello bro, привет, есть. И вывод у нас сказало, что создался объект TextField. Все, наша задача выполнена. Можно с этим вещами играться, то есть если вы добавляете if, потом добавляете какой-то там current object, вы можете там менять координаты и по нажатию на кнопку у вас будет вниз, 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 больше, больше, больше. Сейчас, если мы будем нажимать и долго клацать, она будет чернеть и у вас будет очень-очень много объектов создаваться вот по выводу, по логу. Слева видно, что их очень много, они создались без проблем. Таким образом, переключаясь через кадры, они остаются. Они всегда будут на главном, на любом фрейме, они создаются вне кадрова, эти TextField. Если писать отдельный класс и отдельно задавать на каком кадре они должны создаваться, оно работать будет. на mainframe этого мы сделать не можем. То есть прелесть еще таких вещей, как писать в классах заключается в том, что если мы добавляем на какой-то объект музыку, мы не из кадра управлять не можем. Нам нужно создавать отдельный класс, который будет принимать эту музыку и потом отдельно ее останавливать. Поэтому, если вы добавляете какой-то там звук и какую-то музыку на кадр и она запустилась, она обыграет ровно один раз. Полностью до конца. Три минуты, все, у вас ролик кончится на первой минуте, у вас еще будет две минуты доигрывать звук. Это нужно следить за этим и как-то вырезать, сопоставлять, делать. Давайте, в принципе, какие-нибудь сейчас вопросы есть? Флэш, конечно, рекомендует, да, начинать с шаблонов. Почему? Потому что они думают, что это проще. На самом деле, насчет проще не скажу. Я начинал не с шаблонов, я их увидел только потом и, в принципе, уже потом их использовать нет смысла. Я не скажу, что мне было намного сложнее без шаблонов. То есть, в принципе, вот если так посмотреть, он абсолютно несложный. Синтаксис можно найти в интернете без проблем, посмотреть, главное знать, что хотим сделать. И все. Те же if-и, for-и, они все работают. Разница только в том, что, по крайней мере, в Objective-C мы пишем fun в конце. В void в начале, fun в конце. То есть, если мы знаем, что мы хотим вызвать функцию и что ей нужно имя, и что она должна что-то возвращать, просто меняем местами, смотрим, как оно пишется, и все, никаких проблем не будет с этим. Порекомендую, что-то по шаблонам, честно, не могу. Действительно, я просто их не использую. Знаю, где использовали. Знаю, где не использовали. Поэтому тут двоякое как таковое. Да. От того, что, когда мы создаем кнопку, у нее изначально на ней прописан какой-то клик. Сейчас я закрою. Вот. У нас, если мы зайдем в кнопку, у нее изначально вот есть четыре состояния, которые уже подразумевают, что на ней есть клик. Поэтому, когда мы прописываем на нее дабл клик, двойной клик, она каждый воспринимает как отдельный на нее. Если мы создадим не кнопку, а просто объект, и на него напишем какой-то дабл клик, он будет срабатывать, потому что первого клика у него не будет. То есть, каждый клик на кнопку отмечается как отдельный. То есть, чтобы сделать дабл, мы нажали, отпустили, и уже он как один прочитался. Следующий будет опять первым, опять первым, опять первым. На ней можно добавить сколько угодно раз, но восприниматься будет только один. То есть, она будет считать один. То есть, каунт будет сбиваться. Счетчик. Грубо говоря. Каждый клик это будет один единственный щелчок. То есть, почему конца дабл клик? Она работает. Она работает. Она работает. Она работает на объекте. То есть, если мы создадим здесь не кнопку, а... Это не пособие создадим. Да, вот уже зеленый создадим. Нет, зеленый так не... Нет, надо будет... Отлично. Давайте сейчас попробуем, надо будет клик сделать. Сделаем там... Пусть будет желтая, мы из нее сделаем, мы из нее сделаем. Тест дабл клик, окей. А, нет. Мы не сможем из нее... Из нее с графики. Графику мы не можем проименовать. Это будет фрагмент ролика. Вот. Назовем ее... Ну, так же просто. Тест дабл клик. И попробуем на нее добавить тест дабл клик. Наши ивенты уже прописаны. Мы просто дописываем еще один снизу. Добавляем на нее слушателя. И пишем по нее функцию. Добавляем. Теперь записываем саму функцию. a function number click. cnmr клик. Добавляем на нее моск. 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 и и и и Не ругается, нет, не ругается, сейчас не выводится, вообще клик у него не работает, хорошо, давайте проверим просто ли работает клик. Угу. 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 А вот тут кстати он, а нет мы добавили его, почему он не работает, странно. Загнали меня в тупик. Угу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он говорит, что на этой строчке такого нету. Ладно, я разберусь. я отдельно потом напишу почему сейчас сообразить не могу по идее она должна работать потому что здесь мы выбираем по здесь мы выбираем функцию какая будет использоваться клик дабы клик там кейдам кейап но почему то не знаю разберусь отвечу отдельно почему и как оно должно работать и почему оно не работает возможно из-за того что на майн фрейме нету дабл клика разберусь обещаю сделаю все проверим исходники дам когда они заработают потому что слишком слишком непонятно слишком сложно сейчас просто никогда не сталкивался с дабл кликами именно на майн фрейме у меня тоже было новостью что важно столько всего писать на ясно я начинался с класса какие-нибудь еще вопросы только полегче трейс трейс это любой вывод того что мы выводим то есть здесь когда мы писали функцию с дабл кликом мы выводили просто какой-то текст она 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 выводит вывод вывод она не возвращает она не возвращается мой самому приложению то есть когда мы пишем то есть когда мы пишем где-то вот выписали текст филд она это это вывод не вывод строки то есть по ним нам показать в логи вот вывод трейс он выводит в лог а то что вводит мы меняем там на текст филд или какой-то век он выводит само приложение да 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 он вывел лох и больше ничего не делает то есть лох как бы чисто для нас программа о нем не знает то есть мы таким образом можем выводить вот мы например можем выводить к зал . к м м точка там высота таким образом если мы создадим текст вот у нас выявить выведется просто его и с координатом то есть вы видите что создался объект выведется его и с координатом выведется его высота но само приложение об этом не знает мы просто его увидели и таким образом мы можем найти отловить какую-то либо ошибку либо просто вывести какие-то данные мы знаем что есть какой-то результат но не знаем какие параметры ему передаются и таким образом мы смотрим что он получил как он получил и зачем вот то есть воидовая функция трейсить вывод нам в лох может выводить что угодно главное правильно написать что мы хотим увидеть что мы хотим получить какие данные а именно заменивать на там текстилд объект movie clip там на батон это уже выводит конкретно объект конкретно на сцену поменял здесь там тоже на 100 100 мы будем уже выводить где-то вот посредине вот ну нас 400 200 там 200 такому примерно середина будет то есть таким образом мы возвращаем на сцену объект и сцена об этом знает если мы поставим здесь воет возвращаться ничего не будет тогда нам нужно убрать резалт точнее если мы оставим резалт он заругается он скажет вот он не знает что должно быть должно что-то выводиться а у нас стоит воет если мы берем резалт объект просто создастся вот мы видим что объект есть он просто создался и он вывелся потому что мы его создаем вот от the child резалт если мы уберем еще от the child он выводиться не будет если я правильно помню да он создался вот он создался а выводиться не будет если же мы вернем сюда текст и вернем резалт выводиться тоже не будет потому что мы его не создали get child да это создание экземпляра класса на сцене то есть он нужен то есть мы создали просто объект он у нас есть но чтобы его вывести на экран этот экземпляр мы должны вот добавить ему ребенка get child ооо от the child еще какие-нибудь вопросы есть пока? нет? по большому счету этого функционала самые главные вещи которые нужно знать для написания на фрейме это вот эти вот go to and stop go to and play еще есть вот go to and play это значит что когда мы переходим на третий кадр у нас go to and stop на а да 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 я сменил на один кадр это значит у нас тут будет 4 здесь будет 2 и наоборот тут у нас будет 4 тут у нас будет 4 тут у нас будет 4 тут у нас будет 2 вот мы переходим на четвертый переходим на третий а здесь нам go to and play go to play или просто даже play вот при таком виде когда мы нажмем он перейдет дальше будет играть до первого кадра опять мы нажали он пошел до первого кадра и остановился то есть если нам нужно перейти на десятый кадр из десятого кадра проиграть до двадцатого кадра и вернуться обратно на первый мы дописываем там play или go to and play он переходит на нужный нам кадр проигрывает оставшиеся сколько у нас есть и возвращается в исходное положение то есть до первого кадра всегда когда мувик заканчивается он возвращается на первый кадр если нам нужно его остановить на каком-то кадре например если мы мы просто можем на первом пустом кадре ой дописать тоже действие стоп и тогда у нас все рухнет почему потому что у нас на первом кадре ничего нету и он дальше не проиграется он остановился на нем все если мы сделаем мы перейдем на второй кадр и остановимся потому что на втором кадре написано стоп если мы напишем стоп на последнем кадре тоже то когда мы нажмем play мы остаемся на четвертом кадре и больше никогда не перейдем потому что мы остаемся на последнем кадре а у нас стоит проверка если текущий кадр там два или четвертый вот поэтому мы можем остановить но тогда нам нужно дописывать какие-то вещи в плане чтобы мы не остались на том кадре где мы не можем перейти обратно либо у нас должны быть какие-то функциональные кнопки по бокам перелистывания кадров либо у нас должно останавливаться только на тех кадрах где мы имеем какую-то функциональность иначе будет вот такая вот штука так что я показывал мы останавливаемся на пустом кадре у нас ничего нет и мы дальше ничего не можем сделать мы просто удаляем перезаходим и по-другому у нас ничего не получится вот по самому коду какие-то вопросы есть этого кода вот именно вот этих вот функций хватит с головой для нашей игры там игра будет я на практике включу я покажу и покажу как она написана как я написал игра будет состоять как у вас есть какой-то задний фон сейчас схематически нам покажу фон желательно чтобы он плыл на заднем плане то есть у вас есть какой-то задний фон у вас есть вот такая вот дорога у вас будет здесь персонаж всегда слева стороны справа у вас должны выезжать какие-то объекты небольшого небольшой высоты и объекты плывут слева направо вот отсюда сюда и по нажатию там можно мышки можно клавиатуры как вам удобнее то есть он должен подпрыгивать динозавр ну когда интернет не сработает динозавр ехал да да вот я помню у нас была игра мы делали какому-то заказчику у нас была дорога такая ну немножко грубо говоря в изометрии сзади плыл город и скейтер ехал и уехал и у нас выезжают там шины там какие-то хидранты бордюрчики что угодно мы просто подпрыгивали перепрыгивали так вот грубо говоря в той игре еще отслеживалось насколько вы держите вы кнопку чем больше вы держите выше прыгаете и были объекты двойной высоты дабы нажатия на кнопку было двойной прыжок то есть как улучшение здесь этого не будет простенькая спокойненькая у вас плывет задний фон чуть медленнее передний чуть быстрее скейтер ездит если вы добавите какую-то анимацию на скейтере подпрыгивал там еще что-нибудь я только буду рад если нет ничего плохого нет кода там должно быть с учетом вот если у нас есть наш код да предположим вот у вас 6 строк импортов пускай будет строчка стопа если вам нужна если не нужна три четыре фанкшена вот этих три четыре отработки там трех четырех кнопок если нужно ясненно будете вы делать меню не будете это уже на ваше усмотрение как вы хотите если вы сделаете меню например да тоже делаете легко вы делаете на первом кадре меню у вас там кнопка play или там play return вы нажимаете на play переходите на следующую сцену которая уже анимируется играет вы на ней играете вы проиграете он переходит либо на третий кадр где есть кнопка return на первый и вы просто переходите на первый кадр на ваше усмотрение разрешаю писать код на двух кадрах на трех если надо можно я люблю на одном без переходов просто менять сцены то есть тут на ваше усмотрение как вы хотите я проверю в любом случае найду где что как разобраться это будет легко по сути я же говорю строк кода будет до 50 если будет больше пожалуйста на ваше усмотрение я проверю все но в принципе большому счету у меня сейчас там по моему двенадцать тринадцать собрал тринадцать но там еще я добавил случайный выезд объектов слева направо как вы сделаете вы можете один объект можете два можете три то есть все зависит от вас как вы хотите самый большой функционал который от вас прошу это чтобы по любому клику клавиатуры или мышки человек человек человечек персонаж вас подпрыгивал и перепрыгивал объекте все добавлю потом я вам покажу отдельно уже на примере на своей игре там такая есть функция как hit test object по моему она называется если правильно помню да 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 она так пишется hit test object это вы пишете вот так вот в скобочках возле какого то объекта и если этот объект пересекает любой другой на кадре у вас вывод там например выводится что объект пересечен добавляйте обычный if там он будет плавно типа if там hit test object и функция эндгейм и функция эндгейм например переходить на первую на первый кадр или показать результат сколько там вы проехали какой то счетчик то есть даже вот проверка на пересечении выполняется буквально тремя строчками на первой позе это обязательно покажу еще более подробно на примере как она выглядит как она написана вот если сложностей да не должно быть ни у кого но она довольно просто если что то есть пишите всегда помогу подскажу у нас по моему 4pz я сделал на первое покажу вы можете попробовать поделать подхожу к каждому добавляем смотрим делаем на второй догоняют тех кто не успевает у кого не получается на третьей полностью показываем кто что сделал а четвертое тех у кого вообще ничего не получилось я конкретно с ним сажусь и конкретно с нуля делаем полностью весь проект вот после третьей я выкладываю исходники своего кода если кому то надо кто то смотрит как что написано было забирать себе не забирает тоже пожелание вполне и больше всего займет рисовка и добавление анимации это больше всего времени я рисовал это даже схематически вот этими человечками как я написал на второй паре такими кривыми в принципе дома можно что то рисовать да вполне конечно заготовочки да заготовочки объекты потом просто библиотеку так вот накидали и на сцену повынимали подобное да 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 я же говорю анимацию если вы хотите более подробную чтобы ноги там сгинались трех местах и он там падал калечился это уже на ваше усмотрение я этого не прошу единственное что просто можно двумя кубиками грубо говоря там скейтер так вот подпрыгивать чтобы он просто менял позицию менять позицию вы просто делаете тоже а а можно ну да вот это подпись на просто делайте икс там резалт икс там current x по моему я не помню как оно напишется не помню как оно напишется не помню как оно напишется икс добавлять там какое то значение да то есть плюс 20 и когда он подпрыгивает он подпрыгивает потом в конечной точке когда он добавился то можно по 20 в цикле сделать например то есть как уже придумаете добавляйте по 20 вверх по 20 вниз сегодня будет более менее плавно анимация вы можете еще для примера вы можете добавить в объект несколько кадров как он будет подниматься только не в этот не в кнопку а в объект вы добавляете объект 10 кадров и он поднимается 10 кадров вы нажимаете у него проигрывается анимация подпрыгивания таким образом объект все равно поднимается надо но тогда нужно будет подгадать примерно чтобы когда вы когда подпрыгиваете чтобы она скорость была одинаковая скорость проигрывания кадров потому что здесь тоже можно кадры уменьшить а здесь останутся а нет мы уменьшили на обществе короче вам нужно подгадать по размерам по количеству кадров да чтоб они примерно ровно подпрыгивали по той высоте просто подогнать скорость да высота и скорость проигрывания кадров чтобы она просто перепрыгивал потому что он будет в одном из моментов просто пересекаться чтобы ничего не крашилась там просто в трейсе выводите и когда он будет подпрыгать будете видеть пересекли не пересекли когда трейсер подогнали потом уже добавляйте там функции ну то есть вы проверили она работает перепрыгнули допрыгнули сделали вот в принципе по объектам на нашу прозет хватит на первом прозет еще чеки ничего можно добавить например по кадрово когда анимация доиграла в конце просто добавить счетчик какое-то значение можно просто так если добавляйте сами как вам удобно на первое жаре на первой лекции я покажу как я сделал на 1 позднее покажу как я сделал можно сделать например добавить какой-то пустой объект над вашем объектам и когда он его будет пересекать добавляете какой-то кау он будет он будет белый невидима и вы рисуете объект какой-то и над ним еще один просто и его двойное с высотой примерно вот так вот объединяет а как верхушка будет белая прозрачная если ее не видно будет. Но для вас, как для разработчиков, это вполне нормально, он будет перепрыгать. Это будет считаться одним объектом. То есть для флеша это будет несложно. Как сделать двигающийся бэкграунд, чтобы он замещался? Можно сделать два. Один сразу посредине, второй за пределами. Он будет просто медленно выезжать, и когда второй полностью выезжает за кадр, вы переставляете на первое место. Или удаляете, добавляете новый. Это более затратно, но для первого раза простительно, для первой работы. Какое мы можем делать? Можете, нет. Можете рисовать на первой опыта, можете нарисовать заранее, можете нарисовать потом. То есть тут, как вы себя оцениваете по силам. Просто в любом случае до второго хотя бы нужно прийти либо с рабочей версией, либо, ну, хоть с чем-нибудь показать, и будут ли какие-то вопросы или нет. Если вы на второе придете уже без ничего опять с нуля, то вы не успеете. Потом будет тяжелее. Опять-таки, если есть какие-то вопросы, какие-то непонятки, не стесняйтесь, пишите, помогу, подскажу. Если не конкретно куском кода, то хотя бы покажу, где это можно найти. Ну, потому что конкретно куском кода это будет неинтересно. А я не скинул, да? Я забыл. Сегодня. Сразу приду и сразу скину. Я сейчас напишу. Все, я приду, я увижу, я скину. Сразу установочник. И... Портейбл у кого-то был. Да, да. Ну, не скиньте на флешку. Да, я сейчас скину. На флешку. Отлично, хорошо. Тогда я скину два варианта. Экзачник и портейбл. Любой, как вы хотите. По-моему, у меня в портейбл тоже будет все было есть. Вполне, может быть. Какие-то вопросы по еще лекции есть у кого-то? Непонятки? Что угодно. Что пока... Я добрый. Пока отвечаю. Пока еще могу код показать. Не совсем корректно, но... В принципе, если вот этот исходник я тебе взять, то можно сделать уже простенькую игру. Методичка. Видеозапись будет. Методичка. Вот, кстати, методичка это хорошая вещь, если лень что-либо самому делать. Это замечательная вещь. Можно прямо оттуда кусками брать, переписывать, и оно работает. Неоднократно закрывал так предметы. Вот, наверное, я сказал. Ты посмотри, ты сейчас потом начнется. Надо сначала доучиться, а потом сказать. Ну ладно. Если вопросов нет, тогда, я думаю, на этом можно лекцию закончить. Показал я вам, в принципе, все, что хотел, все, что вам будет необходимо. Все. Продолжение следует...